Со стороны может показаться, что молодежный центр Пыгия Таллина – это тихое и спокойное место. Но это только со стороны. На самом деле, в течение всей недели школьных каникул здесь разгораются нешуточные страсти, потому что именно здесь проходит турнир по киберспорту, в котором принимают участие ребята от 12 до 22 лет. Турниры по компьютерным играм становятся все более популярными. Они организовываются практически по всему миру, отличаются статусом, количеством участников и прочими характерными особенностями. Развивается киберспорт максимально активно, обладает некоторыми уникальными преимуществами. Среди основных плюсов можно отметить доступность, потому что участником может стать практически каждый. Главное – это разбираться в выбранной игре и обладать определенными навыками. Нынешний турнир в молодежном центре Пыгия Таллина начался еще в августе, поскольку тогда прошел отборочный тур, а в течение проходящихся еще школьных каникул проходят финальные соревнования. Сесть просто играть, конечно, можно, но если хочешь какой-то получить результат, как и в спорте, нужно тренироваться, разучивать, так скажем, разные комбинации, стратегии для победы, чтобы выиграть. Турнир по киберспорту «Гид Гад» проходит уже в четвертый раз. И кроме Пыгия Таллинского молодежного центра, в его организации помогают управы района Кесклин, а также молодежные центры Кесклина, Лас-Намяя, Кристины, Вальдеку, Хайберсти, Мустамя и другие партнеры. При выборе игр для турнира организаторы отталкивались от того, чтобы они были бесплатными командными играми. Конечно, многие взрослые сейчас могут усомниться в пользу такого вида спорта, когда нужна в основном логическая, а не физическая составляющая. И все же, что именно дает киберспорт ребятам? Киберспорт, как и вообще, в принципе, играть в компьютер развивает мозг, реакцию, ту же, коммуникацию. Если человек, например, как я в моем случае, я не говорю на английском, но когда я начал играть больше в игры, то там, в принципе, все общаются на английском, так что я потянул еще и языковой свой формат. У меня развивает лично реакцию, занимаюсь спортом, но играть с друзьями тоже интересно в компьютерные игры, то есть это как способ отдыха. Место для проведения турнира также было выбрано не случайно. В прошлом году Пахиаталинский молодежный центр получил от Министерства образования и науки звание Молодежный центр 2020. Пахиаталинский молодежный центр выделился как один из первопроходцев в сфере электронной молодежной работы. Особенно были отмечены успехи центров применения киберспорта в молодежной работе. Также молодежный центр стал примерным в расширении занятий на свежем воздухе и развитии сотрудничества с другими молодежными центрами Таллина. Сергей Овченков, Роман Васильев и Далисовинский. Новости Таллина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова